Всем привет, с меня Виолетта и сегодня у меня 24 часа челлендж, раскрашу весенние картинки. Здесь будут цветы, будут девушки, будет весна, в общем, всё по-мартовски. Начать я хочу вот с этих трёх книжек. В каваях очень милая картинка с кроликами. Вот здесь тюльпанчики и зайчики, это, в общем, весна-весна. В распечатанном мышонке есть картинка с тюльпанами тоже. Мы её собирались вместе с Алиной раскрасить, не знаю, где она тут. В общем, вот, буду маркерами раскрашивать. И в раскраске бал цветов тоже для маркеров у меня отобрана иллюстрация, на которой написано Spring. И не делала закладок практически нигде. Вот, поэтому не очень удобно. Ну, тут будут, в общем, фиолетовые цветочки, зелёные листочки и, наверное, фиолетовые надпись у меня, просто новые маркеры. Обязательно мне нужно сегодня сделать вот эту работу по своему годовому челленджу. И обязательно мне нужно раскрасить рыбку, девочку. Хочу сделать ей синие волосы. Тоже маркерами буду её, скорее всего, раскрашивать. Ну, хотя тоже ещё не факт. Здесь у меня две раскраски по номерам. Lady Spring. Очень давно она у меня есть. И я её всё никак не начинаю. Хочу здесь что-нибудь карандашиками сегодня сделать. Вот, ну, не знаю. Может быть, акварелью, кстати. Может быть, две работы сделаем. В конце дня буду красить весенние сцены. Очень здесь много красивых картинок. Но, честно говоря, по порядку мне не хочется начинать. Вот эти первые мне не очень нравятся иллюстрации. Я бы хотела, наверное, что-то другое. Вот эту, например. Вот эту. Ну, не знаю. Обычно я крашу, конечно, всё-таки подряд. Вот эта мне очень нравится иллюстрация. Может, её раскрасить. Тем более, вот она здесь в полномасштабном варианте. Ну, не знаю. В общем, может быть, всё-таки и раскрашу первую картинку. Она здесь, кстати, несложная. Полосочки, на всякий случай. Почему принцессы? Потому что, наверное, 8 марта был праздник женщин. Конечно, принцессы — это самое оно. Вот. Мне почему-то хочется Тиану раскрасить. Ну, вот в этих книжках я не всегда подряд иду. Но посмотрим по настроению. 52 недели усыпанные розами. Здесь у меня такой букет. Для фломастеров. Мне кажется, очень прикольный. Это у меня для карандашей и, возможно, акварели. Это для маркеров раскраски. Вот это для фломастеров. Затесалось. Тоже я сегодня хочу начать. В общем, я посчитала, у меня вроде как 20 раскрасок здесь отобрано. Ну, или что-то около того. Если за эти сутки начну, как в тот раз, 15, это будет вообще потрясающе. Но здесь книжки немножко сложнее, на мой взгляд. Поэтому, скорее всего, будет все-таки меньше работ. Но это тоже не проблема. Вот. Потому что самое главное — это создать такое весеннее цветочное настроение. Вот. Кстати, по времени сейчас 12 часов. Вот. И я начну, наверное, с этой иллюстрации. Потом раскрашу вот эту. И потом уже покажу, что буду красить дальше. В общем, я смотрю анимешку «Моя любовь к кемаде» 999 уровня. Посмотрела всего одну серию, но мне так понравилось. Думаю, что есть шанс, что я сегодня вообще досмотрю эту анимешку. Вот. И сейчас буду красить вот эту рыбку. Хочу сделать у нее синие волосы. Кожу бы хотелось раскрасить такую более холодную. То есть у меня есть определенный набор карандашей, которыми я всегда крашу кожу. Но здесь придется немножечко поколдовать. Достала свои новые бродфунеры. Буду пытаться ими что-то сделать. Не знаю, как буду вот этот фон красить. И рыб. Но рыба у меня всегда почему-то ассоциируется с золотом. То есть золотые рыбки. В общем, должны быть. Не знаю. Ну, я их умею призмами красить. Вот. Но над рыбами я буду, наверное, в конце думать. В целом, мне кажется, синий и золотой неплохо будут смотреться вместе. Но самое главное раскрасить здесь, конечно, кожу. Ее здесь много. И это самый большой, самый тяжелый такой момент. А время у нас 13.26. Итак, время 4 часа. Буду сейчас раскрашивать картинку с цветами, которые принято назвать нютины глазки. Но вообще они называются виола. Это одна из вариаций моего имени. Собственно, этот цветок буквально как бы мой цветок по имени. Поэтому они здесь все будут фиолетовые. Вот они здесь изображены с вот этим белым котенком. В общем, буду раскрашивать это все фломастерами. Может быть, с добавлением ручек. Но, честно говоря, не знаю. Вряд ли. Думаю, какие бы здесь использовать. Потому что нужны определенно тоненькие. И, скорее всего, это будет с антропен. Потому что я их очень люблю. И они как раз не скатываются. Вот. В общем, заметила. Здесь очень мило написано жизнерадостность. И, думаю, во мне, это буквально я. Ну, то есть, вот, я очень жизнерадостный человек, который требует очень много к себе внимания. И, в общем, забавно. Забавно, что меня назвали именно как эти цветы. Хотя, вообще, мое имя с любовью, да, к этим цветам у кого-то из моих ближайших родственников вообще никак не связано. Вот так вот бывает. В общем, я 10 лет уже мучаю эту картинку. Потому что пытаюсь раскрасить ее по мастер-классу. Но мастер-класс-то он для маркеров. Я вот карандашами мучаю. В общем, как-то вот так у меня пока это все выглядит. Но, на самом деле, тюльпаны, например, мне очень нравятся, как получились. Но остальное пока не доделано. Поэтому тяжело судить. Но сегодня точно докрашу эту картинку. И, конечно, я думала, что она будет легкой там на 10 минут. Но долго-долго сижу и крашу. Сейчас пойду немножечко прогуляюсь. Плюс надо сходить в магазин. У меня еще отключили воду. Я, в общем, не могу ни посуду помыть, ни в душ сходить. Вообще ничего. Ненавижу вот такие ситуации. Они меня очень сильно нервируют. Но как бы ладно. Ну, вечером, наверное, с парнем посмотрим какой-нибудь фильм. И вот когда-нибудь я докрашу эту картинку и хочу что-нибудь раскрасить по номерам. То есть это будет или шедевр живописи, цветовой квест. Там картинка с подсолнухами в вазе. Или это будет Creative Heaven весенние сцены. Что-то из двух. Ну и завтра уже посмотрю по настроению. Опять, возможно, возьму что-то карандашное, фломастерное, маркерное. Ну, сегодняшними итогами я, кстати говоря, довольна. Хотя это у меня всего четвертая картинка получается. Да. Нет, пятая. Пятая картинка. И вторая карандашная, что очень даже неплохо. Итак, какая у меня возникла ситуация. В общем, суббота, воскресенье. По итогу я была занята. Не смогла доснять челлендж. Поэтому сегодня пятница. Я решила вот в то время, как я в субботу закончила, продолжить. Сейчас полвосьмого. Ну, я думаю, что успею сделать только две картинки. То это в лучшем случае. В общем, хочу все-таки Леди Спринг затронуть. Что-нибудь здесь раскрасить. Пока не выбирала. Сейчас посмотрю по настроению. Но очень хотелось бы какую-нибудь работку вот этого автора. Мне не очень нравится. Страшно, конечно, такие красоты испортить. Но хочется. Хочется что-нибудь подпорцать. Вот. И весенние сцены все-таки, я думаю, под вечер. Прям поздний раскрашу. Хочу пойти вот прямо с этой картинки. Не знаю. Она достаточно большая, чтобы посчитать ее за готовую работу. На мой взгляд. Ну, не знаю. Может быть, две раскрашу, чтобы точно уже считалось. Посмотрим. Вот это, кстати, классная картинка. Может быть. Не знаю. Вот мне хочется, конечно, по порядку. Но вот разрываюсь я. Все вот это, ну, на всякий случай, лежит. Спиральку, эту полосочку, думаю, точно не успею. Много чего хочется. Но оставлю это уже, наверное, на вне челленджа. Так, сейчас 9 часов. Я вот на таком этапе. Думаю, как бы мне раскрасить фон. Потому что карандашами я фон точно красить не буду. Я не сумасшедшая. Вот. Не знаю, в общем. Наверное, акварелью придется здесь. Хотя мне бы хотелось однотонный фон, но не тот, который, знаете, можно раскрасить гуашью или акрилом. А какой-то вот, ну, типа маркерный. Но маркер здесь будет полосить, мне кажется. На таком участке. Не даст мне того эффекта, который я хочу. В общем, не знаю. Ну, по сути, наверное, карандашом можно было бы такое сделать. Но будут вот такие проплешины. Я такое не люблю. Но в любом случае, кроссовочки хочу взять фиолетовыми. Фиолетовыми будут вот эти вот цветочки. Платьица будет зеленая. Травка будет зеленая. Листики будут зеленые. Все понятно. Все очень просто. Единственное, тут есть вот этот клевер, я так понимаю. Не знаю, как его раскрасить, чтобы это не был лишний цвет. Но при этом он не должен быть фиолетовым, потому что иначе он сольется с кедами. Вот. В общем, не знаю. И с крылышками тоже. Я их вижу нежно-нежно-голубыми. Но непонятно, вообще подойдет ли этот цвет сюда в гамму. Ну, буду импровизировать. Наверное, цветочки просто сделаю разными оттенками розового. Там что-то поярче, что-то побледнее. Все. Ну, вот кроме вот этих вот. Ну, наверное, как-то так. В общем, по моим личным меркам челлендж-марафон не удался. Затронула я восемь раскрасок. Как-то, знаете, вроде бы раскрашивала, вроде бы время было, но не получилось. Даже несмотря на то, что я перенесла это на вторые выходные. Ну, вот не то. Нечего было, знаете, так посмотреть занятного, чтобы прям меня втянуло, и я сидела раскрашивала. Ну, в общем, как-то не так, как я люблю, не так, как я хотела. Но, ладно, покажу вам итоги. Я, кстати, пыталась переснять этот челлендж три раза. Вот, и это, собственно, третья попытка. Думаю, ладно, уже время публиковать. Значит, бал цветов. Здесь у меня вот такая картиночка. Это мои новые маркеры. Вот такие у них по 3 на 8 марта. Тестировала здесь. Как вы видите, очень мягкие и плавные переходы. Мне очень понравились. Дальше раскрасочка с мышонком. Эту картинку мы сделали с Алиной Плис. Вот этот спиртовый маркер у меня здесь. Моя новая распечаточка. Тоже очень хотелось ее начать. Далее каждый месяц стараюсь раскрасить знак зодиака соответствующий. И в этом месяце у меня вот рыбки. Здесь гелевая ручка. Перламутровый гель. Ван Гог перламутровая акварелька. И карандаши брутфунеры. И на фоне белой ночи пастельной. Весенний днев в Корее. Рассказывала здесь про цветы виола. Которые анютины глазки. И они называются еще фиалки. Вот. Собственно. Гелевая ручка и фломастеры. Не помню какие. По-моему центропен и что-то еще. Также гордость моего челленджа. Вот эти весенние зайчики. Это крандаши Джо от Стилнова и гелевая ручка с блестками. Очень мне нравится эта картинка. Хоть и не прям идеально получилось. Ну и совсем не так, как должна была быть маркерами. Но мне кажется, очень даже здорово выглядит. И по-весеннему. Леди Спринг. Очень порадовала меня здесь бумага. Раскрашивала карандашами. Причем разными. Здесь были файнола. Полихромосы. Что еще? Не помню, что еще. Лиры вроде бы. В общем, да. Примерно так. И призмы, конечно, для цветочков. И мне очень понравилось здесь все. Самое главное на фоне акварель. Прекрасно себя здесь ведет. Вообще замечательно. Мне хочется раскрасить здесь еще какую-нибудь картинку акварелью. Вот. Но не знаю, какого автора возьму. Думала над вот этой девушкой. Сейчас. Ой. Здесь плохо, видимо, высохла липка. Вот эта мне нравится очень девушкам. Ну и вот эта картинка. Мне кажется, они прям для акварели нарисованы. Очень красивые. И здесь вот гель с блестками. Но он как-то так плохо высох. Не знаю. Ну, вроде высох хорошо, но липкий до сих пор. Не знаю. Ну ладно. И последняя раскраска. Кстати, очень быстро с ней справилась. Те, кто долго вот раскрашивает критик в Хевен, на самом деле, я не знаю. У меня... Они достаточно быстро... Бывают, конечно, исключения. Но вот эту работу я сделала, наверное, в совокупности за час. Но я очень много отвлекалась, постоянно отходила от стола, что-то там делала, готовила. Вот. Поэтому вот в совокупности, если все это сложить, ну, у меня час, наверное, ушло. А здесь акриловые маркеры. Палитра стандартная. Очень удобно. Я ее уже наизусть помню. Потому что частенько такие книжки раскрашиваю. Вот. Но результат мне не очень нравится. Как-то цвета... Вот. Ну, не совсем мое, скажем так. Такие получились у меня результаты. Пишите, какая работа стала вашим фаворитом. Честно говоря, я вот не знаю. У меня между Леди Спринг и Кавай. Хотя рыбки тоже мне понравились. Ну, и вообще, в целом, работы получились такие приятные. Самая простая, наверное, это весенним днем в Корее. Но тоже она очень даже ничего. Это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Всех плюс с лобби-мэ. Пока-пока.